Городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да. Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем добрый день или доброе утро. Кто только что проснулся, понедельник. Сегодня у нас 15 число на календаре. Приходим в себя после Дня Святого Валентина. 6212-939, 6213-939. Телефоны в студии. Начинается программа «Добро пожаловаться». Таким модератором буду я, Олег Пеком. Ну и у нас на прямой связи председатель правления Товарищества Центр консультаций собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидурко. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и будем надеяться, что вот наши постоянные тоже вот эксперты, консультанты Айвард Гонтарев и Эрвин Страупе тоже присоединятся. Пока, мне кажется, вот я не вижу, чтобы они были у нас на связи в Зуме, но время заявлено, отправлено. А, вот уже доброе утро, Айвард. Здравствуйте. Доброе. Доброе. И, может быть, я не знаю, с каких вопросов начнем, с уборки снега, может быть, такой животрепещущий вопрос, который многих волнует, где вот эти границы, то есть, ну вот убирают, не убирают на улицах, где должно убирать, например, самоуправление, где дворники, где какая-то специальная техника, а где самому, в общем-то, гражданину нужно будет взять в руки лопату и разгребать разгребать этот снег. То есть, вот какие-то спорные случаи, может быть, не для всех понятны, где зона ответственности каждого. Ну, если говорить по зонам ответственности, то это очень понятно. Собственник, домолоделец должен убирать дорожки там и дороги с покрытием в пределах своего земельного участка, то есть, того необходимого земельного участка, который определен ему документами о приватизации в земельной книге. И плюс к этому, если ему попадает такое счастье, как это, так называемое, прилегающая публичная территория, то есть, ну, как условно говоря, так стоит дом, у дома тротуар, подъездной путь, за этим газон, за этим еще тротуар, и после этого идет уже улица. Так вот, тротуар, который и территория до улицы, она считается прилегающей публичной территорией, и тоже собственник жилья должен это обеспечить. Это неважно, многоквартирный или индивидуальный дом, границы всегда определены совершенно точно. В этих пределах он должен убирать. Да, но многоквартирный дом, как это может сделать, то есть, это через дворника, то есть... Через дворника, либо никто не исключает того, что отдельные многоквартирные дома могут создать график уборки, и каждый день кто-то из собственников выходит с метлой лопаты и чистит. Тоже вариант. Особенно там, где там 5-7 квартир. Возле остановок это чья зона? Это все остальное ответственность кого-то другого. Давайте говорить так, я не буду сейчас говорить там. Там есть градация между службами, но вот участок подъездной пути, тротуар в пределах твоего земельного участка должен чистить ты, и если у тебя есть так называемая прилегающая публичная территория, то тоже должен чистить ты. Все остальное должен чистить кто-то другой. Либо сосед, либо город, либо кто-то еще. Либо хозяин земли, если там просто земельный участок без... Вопрос у меня. А если стоит на хозяйской земле дом, это считается чья земля? То есть должен ли... Если мы стоим на хозяйской земле, то мы должны чистить. Хозяин не должен чистить, так определено на нашем законе. Мы должны чистить. То есть хозяин здесь как будто бы ни при чем в этом году. Хозяин у нас единственное отягощение на хозяина, что он должен делать, кроме того, что собирать деньги, он должен ухаживать или заниматься зелеными насаждениями. Вот деревья – это его. Если дерево там составилось или требуется обрубка деревьев, обрезка деревьев, то это он обязан сделать. Больше он ничего – собирать деньги и резать деревья. Больше ничего не должен. А если, кстати, вот дерево разрастается и начинает заслонять, ну, например, окна жилого дома, и жильцы хотели бы обрезать ветви, которые мешают? Собственник земли в данном случае, собственник земли подает заявку специализированным службам, так называемым арбористам. Они приезжают, обследуют, насколько это дерево мешает, насколько это зеленое насаждение соответствует всем нормам и что можно с ним сделать, чтобы улучшить ситуацию. Дают заключение. После этого собственник земли обращается в Бувалда, и Бувалда дает разрешение на производство. Но опять-таки получается, что здесь инициатива должна исходить от собственника земли. Сами вот жильцы квартиры не могут взять там какие-то… Если эта земля не их, то нет, не могут. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Также пишите на номер 2-3-0-6-1-9-1 ваши вопросы. На них отвечают эксперты, специалисты, наши консультанты. Программа «Добро пожаловаться». Время, самое время для того, чтобы пожаловаться. Ну или поговорить о том, что вам непонятно, что бы вы хотели изменить, может быть, или какие-то у вас возникают вопросы. Что у нас еще? Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Пожалуйста. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, товарища Доркину. У нас, значит, старый дом, и все делают ремонт их в туалет, главное, да? Меня вот беспокоит вопрос. При смене полотенца-сушителей полностью, ну такой металлический, более качественный, когда начинается… Течь этот полотенца-сушитель при стыке с той же горизонтальной трубой, которая потом входит в стояк с водой, да, кто должен это делать за счет собственника или за счет обслуживающей организации, но на наших накоплениях общих я имею в виду. Вот каким образом, куда отнести эти расходы? В принципе, система стояка… Это течет, вот стыковка течет, стыковка. Система стояка горячей воды, она же включает в себя и полотенчик. Если вы захотели более эстетически, ну, скажем так, хорошо выглядящий полотенчик поставить, и, как вы говорите, другого металла, это, во-первых, нужно делать по согласованию с обслуживающей организацией, чтобы не создать проблем другим, то есть здесь нужно согласовывать диаметры. Диаметры должны быть согласованы, чтобы не создать заужение. А в принципе, ремонт стояка – это общая часть имущества дома, и любые там вещи, которые происходят на стояке, должны ремонтироваться за счет накоплений. Это не ремонт стояка, это ремонт, это просто течет соединяющий вот это вот, соединяющий полотенцесушитель с трубой, такой же диаметр, который потом входит в стояк. И у нас вообще, хочу сказать, у нас нет в доме горячей воды, у нас только бывает полотенцесушитель горячий во время зимнего периода, да, когда начинается отопление. Есть такие дома, да, в системе отопления включается полотенцесушитель. Все это является общей частью имущества, соединение тоже общая часть имущества. Ну, хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, задавайте интересующие вас вопросы. Сергей Сидорко, Айверс Гонтарев готовы на них ответить. Из вот, я уже не помню тех вопросов… Олег, я извиняюсь, у моих коллег есть очень важная информация по изменениям законов квартирной собственности. Да, с удовольствием заслушаем. Здравствуйте, да, с февраля встали силы изменения в законе о квартирной собственности, который облегчает принятие некоторых решений. Одно из, наверное, Сергей тоже не даст соврать, самых частных в последнее время, это было установление знаков про стоянки во дворах. Сейчас, наконец-то, есть ясность, так как разные инстанции интерпретировали эту статью закона по-разному. Тот спрашивал три четверти, кто-то спрашивал 100%. Сейчас ясно сказано, что это 51%, и 51% также по требованиям европейской регулы относятся к темам стоянков, которые делаются для инвалидов, и также для электромобилев и постройки электрозарядок для этих электромобилев. Дальше также облегчен порядок, если вы хотите реновировать именно вашу квартиру, не весь дом, а вашу квартиру. То есть это каким-то образом задевает элементы общей собственности. Тогда раньше было три четверти, сейчас стал 51%. И также и облегчили норму, ту, которая раньше говорила про полномоченных персон. Такая не совсем ясная статья была, поскольку если хотите из своей среды выдвинуть или кого-то полномочить, нужно две трети. В свою очередь, раньше говорилось, для всех остальных действий хватает 51%. И даже в свое время, когда эта норма стала в силу права и полномочия, мы обратились в Министерство экономики с просьбой интерпретировать, как они это имели в виду. И у нас было разъяснение, что для всех необходимых действий по управлению жилом дома хватает 51%, но все же все остальные инстанции в городе считали по-другому, интерпретировали, что это две трети. Сейчас эта неясность убрана для всех действий, в том числе для полномочий своей среды выдвигания уполномоченных лиц хватает 51%. Вот главное изменение закон, которое стало в силе уже в начале февраля. По поводу реновации квартир, то есть получается, что теперь 51% это вносит собственник, да? А остальные 49% он получает софинансирование? Нет, нет, вы не так поняли вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Если вы хотели, допустим, снести какую-то перегородку в квартире или хотели, ну, каким-то образом сделать перепланировку в квартире, вы лично, у себя, то чтобы получить согласие на внедрение этого проекта, вам надо было получить согласие двух третий... А, все, понял, да. ...всего дома. А сейчас 51%. Понятно. Да, у нас... Алло. Да, звонок, здравствуйте. Доброе утро. Господин Гонтарев, будьте добры. А для отзыва пионворотых персон, сколько надо собрать голосов? И точнее, на какой закон вы ссылаетесь? Спасибо. Спасибо. Тоже 51%. Это закон Пардио Клипошу. Сейчас скажу точную статью. Это у нас про решение, говорится, в 16 и 17 статье этого закона. То есть там все пересчитано, что нужно для выбора и для решения какого рода вопросов. 67212-93.9, доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Ригас Наму Парвалднекс, это тоже введение Рижской Думы? Ригас Наму Парвалднекс... Да, да, вопрос звучит следующим образом. Ригас Наму Парвалднекс введение Рижской Думы. А, я... Ригас Наму Парвалднекс является стопроцентным... Ну, Рижская Дума является стопроцентным владельцем Ригас Наму Парвалднекс. Вот я хотела тогда спросить. Вот я живу в Эстмилграйвите, Майлдору 64. У нас, например, вот кто-то осуществляет контроль за дворниками. У нас, например, в этом году еще лестницу никто не подметал и не мыл. Представляете, что там делается? Песок, остатки соли, грязь. Никто ни разу вообще не пришел, не вымыл. И рядом Балтас-Базница с 31-33. Там тоже вот месиво лежит, никто не убирает. Кто-то выбросил кулек с мусором, вороны растащили. Ну, 3-4 дня точно лежит. То есть, если пока свежий снег не выпадет, ни один дворник вообще не появляется. Я понимаю, что у них маленькая зарплата, но они работают, значит, они должны работать. До этого работала супружеская пара, и все всегда было чисто. Они сменились. То есть, это началось, когда сменились у вас дворники, да? Ну, вот на Балтас-Базница с 33-31, да, поменялись. А Майлдор 64 тоже. Я, как вам говорили, ни разу лестницу не вымыли за полтора месяца. Я уж не помню, сколько до Нового года не мыли. Но это вообще просто кошмар какой-то. Дворники просто какие-то вот, как феи, появляются лишь только иногда. И кто-то должен осуществлять контроль за ними. За дворником не должно устанавливать контроль Рижская дума. За дворником должен следить нам у Парзинеса. Я бы посоветовал вам сперва обратиться в участок земли. Или, по-моему, тыл-то у них находится теперь офис. И поговорить с руководителем участка или его заместителем, который непосредственно занимается уборкой территории и обследованием территории. Они, конечно, смотрят. Но если нет, тогда я бы посоветовал обратиться в Майлдор-департамент. Пусть тогда они смотрят. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Да, но я понимаю, что проблема в недовольном голосе, что нет такого начальника над дворниками, куда можно было бы сразу пожаловаться, и кто сразу бы стукнул кулаком по столу. То, что я говорил, начальник над дворниками является начальник участков и его заместитель. Это первая инстанция, которая может приглядеть за своими дворниками и ответить конкретно. Отвечу немножко, наверное, поглубже, зная внутреннюю составляющую РМП. И, ну, поскольку я тоже разобраюсь чуть-чуть в налогах. И это вместе дает этот негативный результат. Вопрос в чем? О том, что дворники, как бы, ну, это вот та единица, которая всегда должна быть на доме. И что делают большие управляющие компании? У них есть два варианта. Или же вот найти на каждый дом хорошего дворника. Это практически невозможно. В РМП каждую зиму начало болеть, вот по статистике, 30-35%. Как начинается зима снегом, так начинается профессиональная болезнь. К сожалению, это качество сотрудников. Качественного сотрудника невозможно найти при маленькой зарплате. Чтобы зарплата была более-менее, тогда этому дворнику даются по 10 домов, чтобы более-менее набрать эту зарплату. Маленькую зарплату, даже если кто-то из жильцов дома, например, увидит этот бардак и скажет, давайте я лучше дальше сам буду убирать, и чтобы каждое утро было чисто, нам всем приятно было. Не получится. Потому что законодательство с этого года поменялось в государстве так, что маленькие зарплаты фактически облагаются на два раза больше налогами, как это было до этого. И это, к сожалению, ведет к тому, что если брать отдельно стоящий дом, и на него даже кто-то из жителей, если бы захотел хорошо убирать, ему нельзя выплатить маленькую зарплату, не обложив ее большими налогами. Вот такой абсурд в нашем государстве. Там и только что, буквально в прошлой неделе, Зиндонна Маскова тоже спрашивала рассчитать, сколько что бы стоило. И тоже дворник очень недовольный, хорошо работает, но очень недовольный. Потому что на ее навешивали 6-7 больших домов, она, конечно, не справляется, и тоже на угрозе уйти в любой момент. Только из-за того, что маленькие зарплаты обложили большими налогами. Вот, ну, такой абсурд. Угу, у нас... Да, звонок просто слушателя. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать, вот козырьки над подъездами, снег с них должны убирать вообще дворник или кто-то? Или не убирается с них? У нас просто над подъездами вот эти козырьки, они сейчас полностью все завалено снегом, вот выдержат, они не выдержат, или потекут, или потом плесень пойдет. Вот такой вопрос. Должны чиститься. Должны чиститься. Больше ничего не скажу. Там, какими силами, я не буду говорить, зависит от конструкции самого козырька, потому что есть козырьки, где можно выйти на его... Ну, у нас можно выйти, да. Ну, должны чиститься. Вопросов здесь нету никаких. Потому что даже на самом деле большая куча снега, она прилегает к стенке подъезда и начинает уже промокать стенка подъезда. Даже исходя из этого необходимо чистить. У нас... Да, еще один звонок. Здравствуйте. У меня, извините, ради бога, у меня господину Гонтареву. Можно один вопрос? Господин Гонтарев, можно ли с вами связаться напрямую, чтобы не занимать эфир? У меня еще несколько вопросов вот на тему отзыва пион-воротых персон. Конечно, мой номер я неоднократно уже озвучал в эфире. Это 29-756-7663. Еще раз. 29-757-7-5. 29-756-7-5. Нет, 757. 757-6-6-3. 6-6-3, благодарю вас. Да, спасибо большое. Еще один звонок сразу в эфире. Алло. Добрый день. Добрый. Это радио Болском. Да, пожалуйста. Интересует, какими законами норматируется установка знаков внутри дворов многоквартирных домов. У нас соседний дом, скажем так, понаставил кучу знаков, запрещающих выезд, а у нас тупиковый двор, у нас нет выезда. Только по одной дороге мы многоквартирный дом можем въехать и выехать со двора, а у них вокруг дома можно ездить. Они поставили эти знаки, запрещающие кирпичи въезд. Спасибо. Вообще-то установка знаков изначально идет каким образом? Собственник земли принимает решение о том, что он хочет установить знаки, делать задания на проектирование, где указывают, какие знаки, где он желал бы установить, и дальше делается проект лицензированной организации, которые специализируются в дорожном строительстве, и специалисты по дорожному движению, и после этого утверждается в департаменте министерства эта схема. Так что если вы не можете, они перегородили знаками единственный подъезд, то это незаконно. Но это нужно тогда доказывать. Обращаться к министерству и требовать пересмотреть проект. Я бы подсказал подойти к «Латвии свал с целью». Там, в принципе, одна персона рассматривает все эти проекты по дорогам, и, наверное, они взяли просто вот этот дом, только проект этого дома, и не посмотрели дальше. Что вот поставка, постановление этих знаков, она каким-то образом будет мешать вашему дому. Просто нужно подойти к ним или написать, и просто рассказать о том, вот какие последствия после установки этих знаков на вашем доме. Я думаю, что они поймут и поменяют это решение. С ними тоже лично встречался по несколько раз, и они довольно логично думают, если не допускают какого-то беззакония. Спасибо. Еще звонок в эфир. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите. Нет, дозвонился человек, но молчит. Еще один вопрос пришел у нас на номер WhatsApp, 2306191. Вот такой вопрос. У кого должны быть ключи и их дубликаты от подвалов, чердаков и крыши? И по какому это закон, каким законом это определяется? Ну, попробую ответить. Во-первых, в такие помещения доступ должен быть ограничен для посторонних. Это определяется правилами пожарной безопасности. В ту часть подвала, где находится помещение общего пользования, я имею в виду там сарайчики, где стоят, имеет право, имеет ключи, должен получать каждый собственник. Порядок изготовления и распределения, получение ключей – это уже вопрос внутреннего распорядка дома. В помещения технические, ну, что там делать жителям? Точно так же, как и на чердаке, там им нечего делать. Это помещения технические, где расположены коммуникации, общие оборудования и так далее. Туда должны иметь доступ только технические специалисты. То есть специалисты обслуживающих организаций, аварийные службы, и это, ну, подобные им. А делать там жителям нечего. Потому что там бывают всякие чудеса, когда жители попадают, то начинается игра с кранами и так далее. Поэтому я бы сказал так, помещение общего пользования имеет права доступа все собственники, но порядок выделения ключей – это определяется распорядком дома или управляющим. А в остальные помещения ограниченный доступ только для технических специалистов. Ну, нету никаких законов здесь, или это определяется кем-то, то есть, или… Ну, я не видел законов каких-либо, но здесь есть логика вопроса, а что там делать с посторонним? Вот там, где проходят технические коммуникации, система отопления, система водоснабжения, в некоторых домах пожарные системы, противопожарные системы. Что там делать? Что там жители делать? Да, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Вот нашу бедребу обслуживает такая фирма «Лаутус Вида ПС». И вот они, значит, у нас есть охранник на Сокбауме, я прихожу, как Валдис Лоциклес, он мне говорит, приезжала фирма, сказала, что вот два контейнера, где для пластмассы и картона, будут засчитывать, как обыкновенный бытовой мусор, и брать с нас деньги, хотя мы сортируем, так сказать. Я позвонил фирму, говорю, прислите человека, чтобы объяснили мне, как Валдис Лоциклес, что можно, что нельзя бросать. Вот ничего не хотят. Оказывается, вот эти картонные из-под яиц, это не картон, это вторично переработанный картон. Эти господа не хотят его принимать. Значит, вот эти от соков, которые, у них фольга, и от этих, ну, от цирков тоже нельзя. Ну, вот так, что мне с ними делать? Вот я им переключу платить, и всё. Как на них сменить этих гадов? Спасибо. Конфликты за мусора. Ну, здесь вопрос очень сложный, потому что, когда принималось решение о том, что будет сортировка мусора, первые контейнеры были поставлены с такой рекламой. Жёлтые контейнеры, ну, так было, по крайней мере. Жёлтые контейнеры – это картон, упаковка, пластмасса и металлическая упаковка. Зелёные, ну, или контейнеры специальные для стекла, и контейнеры, и ещё контейнеры для бытового мусора. Сейчас всё резко поменялось. Сейчас все компании, обслуживающие мусор, начали выдвигать дополнительные, причём зачастую постфактуму, требования к сортировке мусора. То есть не просто картон, как сказал уважаемый господин, а вот уже там что-то историчное. Не просто упаковка от сока, а, значит, упаковка без фольги. В общем, я считаю так, что на самом деле сейчас вот то, что происходит с сортированным мусором, и если они видят, что там лежит там один-два предмета не той принадлежности, то весь контейнер засчитывается как несортированный. Таковы положения, которые утвердила Рижская дума, состав сортированного мусора, чем дальше, тем больше становится неясным. Поэтому я думаю, что сейчас общими усилиями мусорщиков эта идея бесплатного вывоза сортированного мусора будет закопана глубоко под землю. Потому что невозможно. Тогда давайте поставьте контейнер для других соков. Ну, непонятно. Сейчас уже начинается вопрос о том, что если на пластмассовой предбутылке есть еще этикетка сверху, то тоже туда не забросать. То есть нужно мыть, стирать, чистить. Тогда надо совершенно четко и жестко расписать правила, а не менять их по ходу игры. Когда контейнер заполнен, лежит три упаковки от цирков, из-за этого весь контейнер, клубовый, уходит в платную зону. Получается ли так, что просто, может быть, эти мусорные компании пытаются использовать вот эти все обстоятельства, чтобы уйти от того, чтобы вывозить за свой счет сортированный мусор? То есть когда они убедились, что начинает в достаточно больших объемах он произносит сортироваться? Самое смешное, не за свой счет, а за утилизацию картонных и так далее упаковок. Ведь когда любой товар, который входит в Латвию, имеет упаковку индивидуальную, он сразу облагается, дабы с ресурсом надописем, где уже включена стоимость утилизации этой упаковки. Они уже получают деньги, они привезят к себе на сортировочную площадку, но они себе сильно облегчают жизнь, потому что тогда нужно ставить, как в Швеции, 6-8 контейнеров. И там пакетик от чая в один, а скобочку от чая в другой контейнер. Ну и таким вот образом делают. Но тогда нужно четко объяснить, а что есть что. А на самом деле получается сейчас так. Опа! А у вас не соответствует контейнер. А почему? А упаковка от цирков. Хотя я смотрю с бытовой точки, извини, упаковка от цирков – это фольга. Ну да. Тоже металл с алюминием. У нас дозванивается человек долго. Здравствуйте, пожалуйста. Доводим. Просьба повторить еще раз телефон товарища Гонтарева. Я могу повторить. 2-9-7-5-7-6-6-6-3. Еще раз повторяю. 2-9-7-5-7-6-6-6-3. Да, такой у меня вопрос. У нас поменяли год назад места контейнеров. Бедового мусора, стекла, пластмассы, бумаги. А до сих пор перенесли в другое место. Поставили один контейнер для бытовых отходов. И у меня вопрос, когда будет контейнер для других отходов, то тоже бумаги, стекла и остальное. Нам говорят, мы еще не решили, где будем встать. Это не решили уже практически, но почти целый год. Вот что мы можем с ними сделать. Куда выбрасывать эти бытовые отходы, стеклу, пластмассу, бумагу. И бегать по всему району и смотреть, где этот контейнер пустой. Еще вас посоветую. Спасибо. Спасибо. Да, элементарно. Обратитесь в свою управляющую компанию с просьбой поставить вам контейнеры. Они дают заявку, в течение двух недель приезжают и ставят контейнеры. Здесь нет вопроса установки контейнеров. Определите место, скажите, управляющей компании привезут. Есть еще вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я бы хотела задать вопрос по поводу отопления. Можно к вам или это невозможно? Пожалуйста. Вы знаете, я в свои 62 метра квартиры, у меня включен только один радиатор. Я отапливаю воздух. У меня всегда открыты окна. У меня 26-27 градусов в квартире. Что можно сделать? Вообще зря отопление расходуется. Это бульваранный мой же с 50. Я могу вам ответить так. На самом деле современные многоквартирные дома, в большинстве, которые построены в советское время, обладают одним недостатком. Неравномерное распределение тепла между квартирами. При том, что, скорее всего, вы, наверное, живете на верхнем этаже, и у вас жарко, и вам все очень сложно, то на первых этажах при этом одновременно холодно. Поэтому управляющая компания старается держать такую подачу тепла, чтобы как минимум во всех помещениях дома было плюс 18 градусов. Из-за этого у вас будет перетоп, и он будет постоянный, и из-за этого будет недотоп в первых квартирах. Есть решение, но оно должно быть коллективным. Сейчас есть технологии, которые позволяют восстановить приборы регулирования подачи тепла в каждую квартиру, и приборы индивидуального учета потребления тепла в каждой квартире. В этой ситуации тот, кто, как ваши, вы можете перекрыть полностью свои батареи, а тепло, которое для вас лишнее, уйдет не через окна, оно уйдет ниже тем, у кого его не хватает. Таким образом, уже давно подтверждено, как минимум целиком дом начинает сокращать потребление тепла как минимум на 20%, и комфортные условия достигаются для всех. Но для этого нужно усилить, для этого нужно, во-первых, принять решение о том, чтобы провести такую модернизацию, и плюс к этому... Совместное. Совместное решение. Какой номер в вашей квартире? Попытаемся разобраться. 68-я. 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 Я слышал. Я слышал, да. Булвалды, однозначно вызывает инспектора Булвалды, который констатирует этот факт. И дальше уже ответственным они по процедуре пойдут, там есть определенная административная процедура, как они заставят их это или снести, или легализировать. Для легализации такого рода, это называется в законе статья, до моей модели парглазии, это 100% согласие. Но так как 100% согласие обычно в таких случаях невозможно, из этого придется снести. Так что, однозначно, это Булвалды. Ну, а с другой стороны, вот если сумеют договориться, я не знаю, там, каким-то образом создать какие-то благоприятные, не знаю, условия для других квартир, то есть можно попытаться договориться? Ну, я боюсь, что... Конечно, конечно, потому что... Айвард, давай. Ну, здесь зависит от того, да, вот если люди пойдут сейчас по остальным владельцам квартиры и скажут, ну, вот мы что-то хорошее сделаем, там, покрасим лестничную клетку или что-то хорошее для дома сделаем, ну, будьте добры, вот нам эти помещения для чего-то нужно, да, тогда можно определенным голосованием, скажем так, дать право пользования этой части общих помещений. Для этого хватает 51%. Дать право пользоваться, да. А чтобы что-то потом официально перестроить по проекту, да, и потом присоединиться к своему помещению или квартире, это уже 100% нужно будет, да. Ну, по-любому, так как это идет захват, как было написано, общих помещений, для этого нужно согласие все же жильцов, и для этого нужно идти и договариваться со всеми. Интересно, вот на вашей практике часто ли такое происходит, и каким образом, вроде кажется, ну, что это, ну, совсем, как бы такое вопиющее нарушение закона, вопиющее нарушение каких-то прав общей собственности, а как это, каким, часто ли такое происходит? Ну, я бы сказал, происходит. Происходит, да, не так, может быть, часто, есть определенные проекты, где раньше были так называемые лестничные, колясочные, да, 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 и тогда они каким-то историческим решением какого-то домоправа где-то или решением кооператива были присоединены, но не, скажем так, доведены до проекта, до легализации всего этого, да. Это раз ситуация. Вторая ситуация – это старые дома, где есть мансардные помещения, они каким-то образом начинают пользоваться верхней квартирой, присоединяясь к себе, да, и также и подвальные помещения бывают. Так что в центре, помню, тоже вот на улице Цайсу, наверное, в то время там тоже есть один квартал, который очень активная жительница, если она показала ситуации, где тоже в старом доме присоединился к квартире подвал, да. То есть, ну, такие ситуации бывают, но обычно они в нестандартных домах довоенной постройки. Ну, к сожалению, просто я смотрю, уже время у нас заканчивается, и я благодарю наших экспертов, консультантов, председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартиры», председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко, Айвер Гонтарев, бывший руководитель Ригас-Намупар Волднекс, и Эрвин Страупе, заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии, сегодня были с нами на прямой связи. Спасибо большое, хорошего дня, и до следующего понедельника. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»